Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с наступающим воскресным днем по обычаю, который в нашем храме неукоснительно соблюдается в течение многих лет. В дни Великого Поста, в одну из суббот, в нашем храме исполняется Всевышний Абдемник Сергея Васильевича Рахманова. А сегодня это исполнение совпало с днем его рождения. Именно сегодня исполняется 129 лет со дня рождения этого великого русского композитора. Для того, чтобы понять значимость того произведения, которое мы сегодня услышали, нужно углубиться на несколько веков назад и вспомнить о том, что когда-то древнерусское пение было одноголосным, записывалось оно крюками, и богослужебные песнопения были распеты таким образом, что мелодии вложились на сердце и душу человека, помогая ему молиться. Потом, в 17 веке, стали к нам проникать иностранные влияния, а в начале 18 века Петр I, который, как известно, прорубил окно в Европу, решил полностью сменить всю духовно-певческую культуру нашей Церкви. И на место древнего одноголосного пения пришло пение итальянское. А придворную певческую компену в Санкт-Петербурге возглавили итальянские мастера оперного пения Джузеппе Сарти, Бальтосабре Голуппе, люди, приехавшие из далека, не знавшие ни русского, ни славянского языка, которые в своих накрахмаленных париках дирижировали русскими певчими, а певчих переучивали для того, чтобы они пели на западный момент. И вот в течение всего 19 века наши композиторы думали и гадали, как же избавиться от этой итальянщины, как они ее называют, как же избавиться от этого итальянского влияния. Одним из таких композиторов был Михаил Иванович Глинков, и он решил для того, чтобы избавить русскую музыку от итальянского влияния, поехать в Германию и взять уроки у известного тогда мастера полифонии Зигфрида Денна. Он думал, что тем самым он сможет излечить русскую музыку от итальянщины. Другие русские композиторы искали другие пути и другие возможности, чтобы, с одной стороны, пение это оставалось европейским, а с другой стороны, чтобы в это пение был возвращен русский дух. Над этим думал Черковский, над этим думали римские Корсетов, в Балаке и другие композиторы, но только Сергею Васильевичу Рахманину удалось написать такие музыкальные сочинения, в которых использованы древнерусские распевы, и распевы эти гармонизованы не на итальянский лад, не на немецкий лад, а на русский лад. И для того, чтобы таким образом гармонизовать эти распевы, Сергей Васильевич воспользовался тем, что еще никому не приходило в голову. Он попытался вплести в хоровые гармонии интонации колокольного звона. Мы сегодня слышали, как многократно хор подражал колокольному звону в том произведении, которое было исполнено. Произведение это очень сложное. Для того, чтобы его исполнить, требуются настоящие мастера хорового пения, которые сегодня как раз здесь и присутствуют. И именно в силу сложности этого сочинения оно очень редко исполняется за богослужением целиком. В нашем храме раз в год, а в других храмах не исполняется вовсе. И изначально оно было предназначено не для храма, а для концертного исполнения. Но мы сегодня услышали это произведение в храмовой обстановке. Мы услышали наших мастеров хорового пения. И я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Лев Зиновьевич, и всех, кто приняли участие в этом исполнении. Также я хотел бы исполнить поручение Святейшего Патриарха и вручить вам, уважаемый Лев Зиновьевич, Патриаршию Маграду в связи с круглой датой, которую вы недавно празднули. Позвольте огласить Патриарший указ. Указом нашим во внимание к трудам, в деле сохранения и развития музыкальной культуры России и в связи с 75-летием церкви обведения Конторович Лев Зиновьевич, художественный руководитель академического большого флора мастера хорового пения Российского государственного музыкального телерадиоцентра, удостоен ордена Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Московского Второй степени Кирилл, Патриарх Носковский и всея Руси. Песня Кирилл, Патриарх Носковский и всея Руси. Для меня это огромное счастье, это награда для всего моего, для всего моего корпоратива. Мы всем своим творчеством посвящаем нашу Русскую музыку, нашему Русскому Духу. И я благодарю нашей Церкви, что у нас есть такая возможность, Хотя иногда петь здесь, в этом замечательном храме и в других храмах мы тоже исполняем эту музыку. И я думаю, что такая высокая мудрая у нас, так сказать, еще и сподвигает на новые серьезные достижения в этой области, кроме нашей русской музыки, нашей православной музыки. Нам больше ничего не нужно. Это нас спасет от всех битв. Это наше счастье, что у нас такая мягкая. Спасибо, Господи. Благодарю вас, уважаемый Лев Зинович. Благодарю певцов, возглавляемых у мальних хоров, за прекрасное исполнение. А вас хотели бы и от имени Святейшего Патриарха, и от себя лично, и от многих людей, которых вы одаряете своим талантом, поблагодарить за многолетний самоотверженный труд. Благодаря которому сотни и тысяч людей соприкасаются с сокровищницей русского хорового, духовного и церковного пения. Ваши музыканты не просто профессионалы, они еще и глубоко верующие люди, и эта вера слышится в том, как звучат песнопения Сергея Васильевича Рахманинова и другим композиторам. Я всем вам желаю помощи Божьей в трудах, всем нам желаю доброго здоровья, и пусть Господь правит нас на многое время. Мы, наверное, сейчас услышим заключительный номер Всевышний Рахманинова в справном периоде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok